привет друзья сегодня мы поговорим с вами о детском педикюре тема которая к сожалению недостаточно хорошо раскрыта на просторах интернета но тем временем ножки наших маленьких клиентов тоже порой нуждаются в обработке моей модельки 9 лет и она ковыряет свои ноготочки причины по которым дети да порой взрослые это делают чаще всего носят психологический характер но справляться с последствиями приходится нам в кабинете педикюра поэтому давайте начнем я убрала кусачками все что наша юная леди не успела отковырять и теперь беру прямой цилиндр для обработки свободного края у моей модельки довольно высокий дистальный валик поэтому пилочкой сюда не подобраться а вот фреза справится гораздо лучше ставлю ее перпендикулярно к ногтевой пластине и работаю торцом на скорости 12000 оборотов сглаживаю все зазубринки на ногти и заодно подчищаю кожу следующая моя фреза это красное пламя с безопасным тупым кончиком задача этой фрезы проработать все околоногтевые пазухи и вывернуть все сухарики для будущего среза а задача мастера педикюра в данном случае не оставить юной клиентке никаких зазубринок за которые она смогла бы зацепиться и дальше расковырять свои ноготочки я проработала все левые пазухи на форварде и далее переключаю свой аппарат на реверс и прорабатываю правые пазухи уже на реверсе скорость работы примерно 8000 оборотов работаем только по коже ногтевую пластину этой фрезой мы не задеваем ногтевые пластины у детей очень тонкие и требуют особо деликатного обращения но у моей модельки есть расслоение на поверхности ногтей которые обязательно нужно убрать чтобы там не скапливались грязь и бактерии и здесь на помощь приходит корундовый конус он очень мягко работает по ногтевой пластине и на небольшой скорости примерно семь восемь тысяч оборотов я аккуратненько счищаю видимую часть птеригия и прорабатываю поверхность ногтевой пластины убирая все расслоения конечно никакие кутикулы мы здесь убирать не будем но почищенный птеригий и вид у ногтя уже гораздо более опрятный посмотрите как корунд мягко работает и оставляет после себя гладкий блестящий ноготь мизинчик пришлось в буквальном смысле добывать но и с этим эта фреза замечательно справилась и на этом сухую обработку мы закончили а подчищать все сухарики которые мы предварительно вывернули мы будем уже по мокрому сбрызнула ножку хлоргексидином и убрала пыль далее работаю фрезой по форме бутон с желтой насечкой и я срезаю все шелушки которые мы до этого выворачивали и одновременно шлифую кожу работаю на форварде на скорости 5-6 тысяч оборотов фреза легко цепляет влажную кожу и счищает ее при этом клиент не испытывает никаких дискомфортных ощущений движение фрезы почти как при обработке пяточек те шелушки которые нужно срезать подцепляю плечиком фрезы и срезаю перпендикулярным движением а далее плоской частью фрезы круговыми движениями зашлифовываю весь дистальный валик если во время работы вы заметили что кожа подсохла сбрызните еще раз хлоргексидином по влажной коже такая шлифовка выполняется гораздо легче снова добываем мизинчик раскрываю все шелушки поперечными движениями и далее срезаю их плечиком фрезы друзья поделитесь в комментариях приходят ли к вам на педикюр такие юные клиенты а может быть вы обрабатываете ножки своим детям с какими сложностями вы сталкивались или может быть у вас есть уже какие-то лайфхаки по быстрой и легкой обработке таких ножек а я тем временем практически закончила шлифовку пальчиков и теперь перехожу к работе кюреткой аккуратно завожу инструмент под боковую стенку ногтя и вынимаю все что накопилось в пазухе и заодно конечно же проверяю уголочки чтоб они не были острыми нашла острием аккуратно подрезала его кусачками и снова проверяю кюреточкой теперь все хорошо и уже точно ничего никуда не врастет и посмотрите какие замечательные ножки у нас получились давайте еще раз вспомним как выглядели наши ножки до надеюсь юная леди больше не будет ковырять свои ноготочки друзья как вам такое преображение если вам понравилось обязательно поставьте класс этому видео и пишите в комментариях если у вас есть какие-то вопросы всем пока пока